Тут же больше полей, не лесов. И на самом деле тут беспилотники, конечно, важны. Поисковое оборудование, работа картографов, оказание первой помощи, сотрудничество с полицией, алгоритмы поиска на каждую возрастную категорию пропавших. Свой багаж знаний по поиску привез в Нижнекамск отряд «Лиза Алерт». А еще они поделились своим ноу-хау – школа, в которой обучают детей и родителей, как избежать беды. Детки теряются, и, как правило, дети неправильно реагируют на эту ситуацию, усугубляют ее, чтобы этого избежать. Плюс параллельно происходит работа с родителями. Мы и родителям объясняем, что делать, если ваш ребенок потерялся, и чему им дома нужно учить своих детей. Эту встречу они называют «новичковая», хотя нижнекамские добровольцы в этом деле далеко не новички. У многих из них за плечами несколько лет поисковой работы в составе местного отряда «След», статистика которого впечатляет. В прошлом году «След» провел 65 поисково-спасательных работ. В этом уже 32. Все пропавшие найдены. Наш добровольно-поисковый отряд «След» город Нижнекамск занимается поисками пропавших людей более 6 лет. Мы сотрудничаем со многими поисковыми отрядами по России и по Татарстану. Пусть во всех наших сводках будут заветные слова «найден жив». Мы занимаемся одним делом, благородным делом. И наша цель – найти людей живыми и здоровыми, чтобы они вернулись в семьи. Состоится сотрудничество «Следа» с «Лизой Алерт» – вопрос пока открытый. Но от помощи добровольцев региональный отряд не отказывается и даже приветствует ее. Ну, тяжело. Территория Татарстана довольно-таки большая. И на многих заявках нужна именно помощь удаленная, не только на месте, допустим, выехать. Допустим, в Нижнекамске могут волонтеры выезжать, а параллельно, в принципе, волонтеры со всего Татарстана отрабатывают работу в интернете, прозванивают и помогают удаленно. Хотя будут находиться довольно-таки на больших расстояниях. Желающие не заставили себя долго ждать. Все присутствующие на новичковой встрече приняли решение вступить в отряд «Лизы Алерт» и уже при его поддержке продолжить поисковую работу в Нижнекамске. Ну, непосредственно для нас она несет много информации, как работать с потеряшками. Потому что у нас, как в основном, добровольцы. И нет навыков, нет такого опыта, какой есть все-таки у большого отряда, как «Лизы Алерт». Возможности у «Лизы Алерт» больше в плане того, что информация вся доходит до тех же самых поисковиков. К сведению, стать добровольцем отряда «Лизы Алерт» может любой желающий старше 18 лет. Сделать это можно, оставив заявку по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Звонок бесплатный. Наталья Лушникова, Фахри Исламов. Новости НТР.